Добрый вечер. Вот что значит короткая неделя. Вроде бы только что началась, а уже среда. Чем же запомнился этот день нашим корреспондентам, расскажем прямо сейчас. Цены поплыли. Какие же продукты могут подорожать вслед за селедкой? Часовня или космический корабль? Такого мы еще не видели. Глобальное потепление и как же оно скажется на Перми? Молоко, яйца, картофель и овощи к концу года прибавят в цене. А больше всего может подорожать селедка. Такими прогнозами делятся сегодня эксперты рынка. Мы к этому, собственно, уже привыкли. Все-таки Новый год скоро. Однако решили поинтересоваться, насколько же законны такие наценки. Чем ближе к Новому году, тем выше цены. В частности, сельдь может подорожать в связи с тем, что в этом году рыбаки на внутренний рынок реализовали только каждый пятый килограмм улова. Остальное отправилось на экспорт. Повышение же цен на куриное яйцо объясняется закрытием ряда пермских птицефабрик. И, конечно же, масштабным неурожаем зерна на Дальнем Востоке. Из-за чего возникли трудности с кормом для птиц. Подорожают и овощи. В этом оказывается виноват дождливый октябрь, который помешал уборке урожая. Но, как говорят в краевом УФАС, покупателей защитить можно. Было бы желание. Цены на продукты питания у нас не являются регулируемыми. Их устанавливают спрос и предложения. Есть перечень продуктов, социально значимых продуктов питания, на которые правительство Российской Федерации может временно ограничить рост цен. Это происходит в том случае, если в течение 30 дней подряд цены вырастают более чем на 30%. Органы статистики такую информацию должны отслеживать и представлять ее в Министерство торговли. Министерство торговли Пермского края в данном случае должно установить причину роста цен. Специалистам ФАС мы еще сегодня предоставим слово. А пока о новшестве, которому все по сути шло. Пьяный за рулем преступник посчитали депутаты Государственной Думы и решили наказывать водителей за повторную пьянку уголовной статьей. Мнение законодателей понятно. А вот что же думают об этом пермяки? И пешеходы, и автолюбители. Я считаю, что стоит водить, потому что так или иначе стало на дорогах очень много происшествий, связанных в первую очередь с алкогольным опьянением на дорогах. И я считаю, что это будет эффективно, потому что люди будут более ответственны. И человек там несколько раз уже подумает, прежде чем сесть в автомобиль, ну немножко пьяным. Я считаю, что это целесообразно, исходя из того, сколько сейчас повторных нарушений. То есть, ну, очень много стали нарушать, выпивать. Вопрос серьезный, потому что на вопрос о жизни человека стоит. Поэтому я думаю, что все-таки не стоит именно уголовную ответственность водить, но ужесточить каким-то образом необходимо. Может быть, поднять штрафы. Если будут бояться именно попасть в тюрьму, то меньше будут пить. То есть, если человек знает, что его могут посадить, да, конечно, он пьяный не станет. Лучше сидеть на такси-меделе, там, машину, там, или кого-нибудь позовет, там, друзей, там, у кого есть права. Ну, а любителям затонировать свой автомобиль так, что света белого не видеть, стоит готовиться к тому, что штраф за чрезмерную тонировку могут повысить с 500 до 3000 рублей в шесть раз. И здесь уже, как говорится, без комментариев. Без ответа до сих пор остается обращение трудового коллектива «Уралкалия» к белорусскому президенту. А ведь обещал. Прошло уже больше месяца с того дня, как обращение сотрудников «Уралкалия» было доставлено в администрацию президента Республики Беларусь. В письме, которое подписало около 6 тысяч человек, березняковские и соликамские колейщики просили Александра Лукашенко принять меры к скорейшему освобождению Владислава Баунгертнера и разрешению ситуации. Из Минска никакого ответа на письмо не последовало. Хотя закон Республики Беларусь об обращении граждан и юридических лиц предусматривает, что письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее 15 дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, не позднее одного месяца. 11 октября Александр Лукашенко подтвердил, что письмо от работников «Уралкалия» он получил. «Ответ мы, конечно, дать должны, мы дадим людям ответ, готовим», – сказал тогда белорусский президент. Но ничего с тех пор не изменилось. Напомним, что Владислав Баунгертнер был арестован в Минске 26 августа и сейчас содержится под домашним арестом. Такого, говорю совершенно откровенно, ни я, ни наши корреспонденты еще не видели. В Мулянке в 30 минутах на машине от Перми местный житель построил часовню. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного – веление души. Но вот архитектура – это что-то с чем-то. Впрочем, как известно, лучше один раз увидеть. Денис Пальчиков о своих впечатлениях. Александра Патокина в поселке знают все. Можно сказать, местная знаменитость. Неудивительно, ведь под окнами дома у него стоит своя собственная церковь. Очень необычная. С первого взгляда напоминающая космический корабль. Такое количество куполов вы не найдете ни на одном храме. Из книг знал я, что раньше были случаи, когда имели люди свои приходские небольшие церкви. Поэтому так и я решил сделать. Началось с того, что подвернулись купола, достал. А потом уже стал искать им применение. Ну и построил для своей семьи. Все материалы для строительства Александр Маркелович закупал сам. Спонсоров не казалось, желающих помочь тоже. Например, купола на церкви – это обычные светильники для рассады, которые используются в теплицах. Я считаю, что причудо, да? Если, в принципе, дома довести, так, может, нормально будет что-то дома довести. Много работы надо с ней, конечно. Никто это не помогает, все на свои деньги. Строительство началось еще в 2001 году. И до сих пор продолжается. Все дело в том, что материалы стоят недешево. Есть и другая проблема. Земля, на которой стоит часовня, муниципальная. И поэтому постройка считается незаконной. Да и разрешение церковной епархии требуется. Частично, да, у меня приезжал тут из Лобаново. Поосвещал как бы место. Ну и, конечно, не до конца оформлено. Главное, что земля под ней не оформлена, поэтому ее надо переносить. И делать выше, красивее, естественно. Здесь уже вот надо было вот какой-то большой крест вырезать. Надо переносить вот на этой стене. Сейчас-то, видите, там селение появилось. Надо красиво сделать. Для того, чтобы сделать все красиво и правильно, требуется еще два года. Подсчитал Александр Маркелович. Нужно купить и оформить землю под собственный храм, получить благословение церкви, перенести и достроить часовню. В окончательном варианте, по мысли самобытного зодчего, куполов на ней должно быть еще больше. Примерно 150 штук. Денис Пальчиков, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Мужчины жалуются в основном с целью решения проблемы. Женщины, чтобы привлечь к себе внимание. Но в любом случае, жаловаться надо. Главное не на жизнь, а на тех, кто нарушает закон. Скажите «ФАС» – наша новая рубрика, которую вы увидите совсем скоро. Скажите «ФАС» – это не очередная рубрика про собак. Если кто здесь и кусается, так это высокие цены, на которые Пермская антимонопольная служба вместе с нашей телекомпанией открывает охоту. Борьба с доминирующим положением на рынке – и так рутинная работа «ФАС». Вот только знают о ней немногие. Помимо всего прочего, зачастую мы сами не знаем о том, какие товарные рынки у нас на территории Пермского края являются монопольными. Потому что есть город Пермь, где в принципе все понятно и известно. Есть города-края, про которые на самом деле нам не направляется информация. Как правило, очень мало жалоб со стороны граждан. Хотя есть обращения в органы местного самоправления, муниципалитеты, этих граждан. Но до нас эта информация не доходит. Практически каждый день мы сталкиваемся с обманом. В новогодние праздники втридорогоплатим за такси, летаем до Москвы в хвосте самолета, как будто первым классом. А некоторые продукты питания уже меряем столичным кошельком. Пермский «УФАС» вместе с Максимом Сухановым начинает ревизию цен. Просьба к пермякам принимать самое активное участие. Ведь работа антимонопольной службы строится на обращение граждан. Наша задача на сегодняшний день довести до потребителей, в первую очередь, о том, как необходимо обращаться в антимонопольный орган, что необходимо представлять и в каких случаях необходимо к нам обращаться. Все обращения о нарушениях будут проверены и размещены в открытом доступе, а самые громкие найдут отражение в нашей рубрике. Если вы хотите получить конкретный ответ на вопрос, например, почему подорожал хлеб или домашний интернет, просто скажите «УФАС» совсем скоро, на Ветте. Юлия Чистых, Михаил Турбовский, телекомпания «Ветта». Завтра нас ожидает рекорд. Температурный. Да, собственно, и сейчас не холодно. И даже дожди прекратились. А, как говорят метеорологи, 7 ноября будет еще теплее. Глобальные процессы. И как они отражаются на погоде в Перми. Пермь встречает бабье лето. Теплая погода в городе держится с выходных. И это только начало. Сейчас термометр показывает 5 градусов выше нуля. Уже завтра синоптики обещают максимальную температуру 10 градусов. Аналогичный процесс уже наблюдался в ноябре 2010 года. Тогда, 10 ноября, в Перми прошла аномальная для последнего месяца осени гроза с сильным ливнем. А на следующий день среднесуточная температура составила 8 градусов. В этот раз ничего подобного не предвидится, утверждают метеорологи. И как минимум в ближайшие дни осадков не ожидается. Начало ноября погода устанавливается хорошая. Ну, так сказать, по меркам Урала, да, то есть, видите, тепло, конечно, слякотно, да. Ну, по крайней мере, в ближайшие дни у нас будет некий перерыв в осадках. И, так сказать, Пермики могут насладиться хорошей погодой, когда и не холодно, и при этом еще и не мокро. Температура будет около плюс 10 градусов. Потепление, по словам метеорологов, на самом деле началось еще с 29 октября. Значительное повышение температуры произошло из-за глубокого североатлантического циклона, который проходит вдоль европейской части России. Вообще, в холодный период года проявление аномалий – это часто встречающееся явление. Несомненно, сказывается как глобальное потепление климата на увеличение максимальных температур, вот, и достижение новых пиков их, вот, их. Так и то, что город Перми просто расширяется, и своим тепловым воздействием, это тоже влияет на метеостанцию, которая фиксирует эти максимальные температуры. Так что первая половина ноября обещает быть теплой, выше климатической нормы на 2-3 градуса. Ну а какая погода нас ждет во второй половине последнего месяца осени, метеорологи прогнозировать не берутся. Руслан Пепеляев, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Когда внешность бывает обманчива, о чем умалчивает история? Откуда сегодня приезжают учиться в Пермь? Какой камень переносит удачу и как на нем заработать? Об этом завтра в «Утреннем Вестнике» успевайте посмотреть. Сюжеты и выпуск целиком в любое время вы можете посмотреть на нашем сайте. Далее прогноз погоды на завтра, а сразу после вечернего Вестника смотрите «Эх, дороги» и программу «Охота за впечатлениями». Сегодня мы узнаем, чем известен Аханск. Я вернусь в студию в 21.00. Хорошо, что вы с нами. Бутик «Мария Корзун» на протяжении 20 лет вызывает большой интерес и ажиотаж у милых женщин и приглашает вас за новыми коллекциями в магазин по адресу «Ленина 9». Всегда рядом, всегда с вами, всегда с любовью, всегда для вас. Завтра в Перми бабье лето. Температура воздуха плюс 9-10 градусов, облачно, но без осадков. Атмосферное давление выше нормы, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»